Друзья, аям агних сувирьясья, ише махах саубхагьясья, раях ише, су апатьяс ягоматах, ише вретрахатханам. Это огонь, который есть владыка героической мощи и великого благоденствия, владыка богатства сияющих стад и доброго потомства, обладающий силой убивать сокрывателей. Сокрыватели – это Вритра, тот, который удерживает божественное движение, блаженство и не дает ему, так сказать, проявиться в этом мире. Это он, сокрыватель, которого убивает Индра. You know what, по-английски это таково, this is the fire that is lord of hero energy and the great felicity. Lord of the wealth of the shining herds and of good progeny, who has power for the slaying of the coverers. Кабара, тот, который сокрывает или покрывает, скрывает от нас нашу истинную сущность. Этот агни повелевает обилием прекрасных муррей, великой удачей. Он повелевает богатством из прекрасного потомства, коров, и повелевает убийствами врагов. Но это она так дословно переводит повелевает, это значит ишей, ишей дословно, это он владыка, он властвует или повелевает. Это от корня иш, быть владыкой отсюда, ишвара, господь, от этого корня, или иша, господи, мастер. То есть он является мастером. Этот огонь, аян огних, сувир ясля, великой силы, совершенной силы, этот огонь иши есть повелитель. Повелитель совершенной силы, магах саубхаг ясля, и великого наслаждения, или блаженства. Саубхаг я, это, или саубхагас я, это цубхага, совершенное блаженство. То есть совершенного великого блаженства, он есть мастер. Раях иши, он есть мастер также богатства, сувапат ясля, совершенного в своем потомстве, или совершенного в своей активности богатства. Абф, корень Абф, имеет два значения, работа и вводы. Абф, еще бинда также, отсюда также зачатие, потомство, апат я. Но он в секрете веда объясняет, как эти два корня, два смысла связаны с потомством. Это, собственно, реализация того, что происходит в будущем. То есть всякая работа, которая имеет продолжение, это и есть потомство. Если мы призадумаемся на минуту, что такое потомство, то есть в самом таком глубинном, концептуальном смысле, то мы поймем, что потомство каким-то образом связано с вот этой проекцией нашей активности в будущее. На все, что может потом развиваться, иметь свою собственную форму, иметь свою собственную жизнь. То есть когда мы создаем валютивные сущности, они продолжают жить и развиваться уже сами, как бы помимо нас, мы уже не связаны с ними. То есть мы создали нечто, что имеет свою собственную жизнь. Это и есть, собственно, потомство. Оно связано с работой, и оно связано с вот, с зачатием. То есть мы зачинаем, мы как бы закладываем фундамент, семя бросаем, и из этого семя произрастает новое существо уже без нас. Вот какая идея. Вы заметили, что мы все время деконструируем самые обычные явления, то есть самые обычные смыслы. То есть мы как бы копаем вглубь, пытаемся увидеть, почему, откуда появилось такое значение, такой смысл у какого-то слова или явления, или концепта. И вот эта возможность нам дает как раз вигейский санскрит. Его нету, этой возможности нет ни у какого языка. Из английского не выкопать никак, и не понять, почему потомство связано с этим явлением, с этим видом. А в санскрите оно напрямую связано с этим же корнем. Такое уникальное явление санскрита, которое позволяет нам глубже видеть вещи, откуда проявились эти и другие смыслы. То есть этого потомства, этого движения в будущее, этого как бы богатства или феллисити, этого великого богатства, он является господином этого богатства, of the wealth, of the shining herds, то есть богатства исполненного светосознания и имеющего будущее, которое будет в будущем развиваться и творить себя в этом мире. Он является господином этого богатства. А также он является господином всякого, ну, как бы, slaying of the coverers, то есть убийства всех препятствий, или как бы того, кто убирает все препятствия на пути. Это и есть, собственно, препятствие брыдера, тот, который покрывает или скрывает от нас нашу истинную сущность. То есть он является их, так сказать, убийцей, этих скрывателей нашей истинной сущности. Ну, вот Елизавинкова, наверное, переведет немного по-другому. Давайте посмотрим. Этот Агни повелевает обилием прекрасных мужей, великой удачей, он повелевает богатствами с прекрасного потомства, коров, он повелевает убийствами врагов. Чем близко? Почти один, бандем. Ну, вот давайте возьмем второй стих. Имам на рома рутах сащата. Вредгам ясминраях шевредгасах. Абгие санти претанасу дубгиях. Вишвага шатрум адабгу. У боги, у жизненные силы вы следуете за этим огнем возрастания, в котором находятся сокровища, заставляющие наше счастье расти. На все времена они уничтожили врагов злонамеренных, нападающих на нас в наших битвах. То есть боги здесь нужны для сражения против тех врагов, которые на нас нападают. Во время нашего движения вперед, во время нашего роста сознания, будут всякие существа и сущности, которые будут препятствовать нам в нашем движении, будут на нас нападать, ранить, создавать ситуации, из которых трудно выбраться, будут создавать трудности на нашем пути. И вот эти силы светоносные, которые Агни призывает для работы здесь, это, собственно, воины, воины света, которые сражаются с оппозицией, оппозиции, которую мы пришли сюда изменить. Наша задача была прийти сюда для их преобразования, этих темных сил. И вот они приходят сразу к нам на это преобразование. И, собственно, битва – это и есть тот способ их преобразования. То есть все закономерно. Мы пришли сюда для этой работы, и они сразу пришли на ковер. Вызвали мы их на ковер для преобразования. Давайте потягаемся, кто сильнее силы света и силы тьмы. Это все происходит у нас самих. И очень часто мы не совсем выигрываем битву, как оказывается. То есть она растягивается во времени, затягивается, появляются какие-то наши раны, которые не заживают долго от этих битв и ударов. Мы даже можем когда-нибудь даже сдаться в этих битвах, но не окончательно, а так предварительно, то есть тактически сдаться. Но в любом случае рост света преобладает. В какой-то момент он побеждает эти силы тьмы. Если мы это делаем полностью сознательно, признаем богов, то есть наши высшие силы, силы нашего высшего сознания, и следуем им, то наши победы будут более значительными, продвижение вперед более уверенно. Но в любом случае нам не отвязаться от этих сил тьмы. Они будут следовать за нами все больше и больше, потому что сражение будет продолжаться до конца, пока мы все формы тьмы не преобразуем в их божественный прообраз. Поэтому рассчитывать на то, что они когда-то полностью уйдут, хотя здесь в стихе как раз и говорится о том, что на все времена они уничтожили Абхи и Санти, Притамасу, Дубхи, Ях, Мишваха, Шатрум, Ада, Бху. Интересно. А, но это он неправильно перевел, или я неправильно понял его перевод. То есть они разрушили всех врагов через все эти дни. Имеется в виду, на все времена это не очень точное видение этого. Through all the days. Да, поэтому, наверное, я все-таки прав. Невозможно их как бы навсегда уничтожить. Нам придется с ними еще встретиться снова и снова, в новых формах. И в этом смысле, конечно, эта йога, она не для слабых. Ну, давайте прочитаем, так сказать, что еще говорит Елизаленкова и посмотрим по словам. Следуйте за ними, о мужи Маруты, для усиления. Затем, у кого богатство, усиливающее счастье. Те, что в сражениях превосходят злоумышленников и всегда уничтожают врага. Злоумышленники – это дурдхи, это дурдхи, у которых дурная мысль. Мысль, отдаленная от реальности. Очень интересное. Иногда Елизаленкова попадает абсолютно точно в перевод. То есть, абгия сантипретанасу, дурдхиах, те, которые, так сказать, в наших битвах превосходят тех, которые уводят нас в сторону. Злоумышленники. Вишвага, убивающие, так сказать, всех. Шатрум. Врага Адам. Адабрух – это тот, который все время нападает, наступает. Врага, которые постоянно наступают, они разрушают. Попсимес. То есть, на нас постоянно наступает эта тьма. И она будет продолжать это делать, пока она полностью не преобразуется. Но вот так как тьма тоже бесконечна, поэтому нам нужно набраться терпения на бесконечно долгое сопротивление. То есть, все формы тьмы тоже выступают бесконечно в новых каких-то ипостасях, в новых формах, с новыми какими-то силами, преобразованными. А может быть, уже и научены сопротивляться. Или как бактерии, да, которых лечили долго, а они привыкли к этим антибиотикам и модифицировались. Стали, так сказать, резистент. Получили новое качество. И теперь этим антибиотикам уже не взять, нужно искать новое оружие какое-то, новые лекарства. Новые силы божественного должны вступить в эту борьбу. Ну вот по словам. Имам народ, марутага, саштята вредхам. Имам вредхам, этот рост, это усиление маруты следует. Вы, маруты, следуйте этому росту агни, в котором, вредхам ясмин, в котором раях, в котором все наше богатство, или вся реализация, какая только возможна в этом мире, в нем, в котором вся реализация шея вредхах, увеличивающая блаженство и покой. Вы следуете за этим огнем возрастания, в котором находятся сокровища, заставляющие наше счастье расти. Вредхазах увеличивающие наше счастье. Вот это блаженство и покой. Абхия-санти, которые преодолевают притонасу в сопротивлениях, дословно в противопоставлении или в сопротивлении. Дудгих, силы, которые уводят нас далеко в сторону от нашего пути. Вишвага, убивающий дословно шатрум, врага Адабу, который все время нападает на нас в наших лицах, наступает на нас, постоянно наступающий враг. В этом стихе интересно, что огонь – это постоянно растущая сила, и которая взращивает в нас тоже наше счастье. Сила, которая растет и выращивает, взращивает в нас, заставляет наше счастье расти. И счастье нашего сокровища, нашего сияния, духовного сияния в манифестации. Это и есть, собственно, символ сокровища. В раях, от корня раях, светиться, сиять. Это субстанция, которая уже обладает духовным светом. О, Господи, о, life-powers! О, Господи, о, life-powers! О, you cleave to this fire of increase, in whom are the treasures, sorry, in whom are the treasures that make our happiness to glow. Through all the days, they have destroyed the enemies, the evil thwarted who attack us in our battles. Вот это through all the days, который же ее добавляет, он добавляет свое собственное значение, так сказать, через эти дни, через все дни. То есть день – это символ участия божественной силы. Ночь – это символ ее отсутствия. То есть через все моменты присутствия божественной силы они уничтожают врагов. Как только у нас есть это присутствие, этих высших сил божественных, они сразу работают по уничтожению врагов, которые постоянно на нас напирают адабху. Адабх – это дословно попирать, топтать, наступать. То есть давить постоянным таким напряжением наступления. Вот что адабху. То есть нам постоянно, нас попирает постоянно какая-то сила тьмы, которая постоянно упирается в наши, так сказать, границы. И мы все время чувствуем давление этой силы. Нам постоянно дышит в затылок вот это движение тьмы. Ну, за этим мы сюда и пришли, собственно, чтобы выступить в этот, вступить в этот бой с фронтом тьмы. И бесконечность с ними иметь тело, пока его не преобразовываешь. Да, малоприятная, да, картина получается? Здесь никакого выхода и радости как бы большой не будет. Будут маленькие прорывы, маленькие радости, но дальше снова движение тьмы, снова еще большее движение тьмы. Ну, конечно, большая радость тоже. Я как-то пессимистично, наверное, смотрю с Орегведой. Все время бесконечная война какая-то. Везде на всех фронтах, как мы видим, да, во всем мире. И конца этому не видно уже. И Трамп вошел в свои права, начал тоже проводить эту политику давления. Тьма проникает во все форумы. Сейчас там какие-то идут забастолки большие в США. Разделил, разделил, разделяя и властвует, да, это правило дьявола, так что он работает. Да, он действительно разделил Америку на два лагеря, причем таких крупных лагерей. Раньше это все было как-то непонятно, а сейчас уже четко видно, кто идет куда. И, наверное, это и есть, собственно, последний герой своего, так сказать, времени, который проявит все формы, те самые старые формы, которые должны быть уничтожены. И будет рост происходить, свет и сознание. То есть посмотрим, как это все обернется. Очень интересное время мы живем. То есть перед тем, как мать говорит, перед тем, как быть, как он не исчезнет, зло и тьма проявятся в полную мощь. То есть для того, чтобы ему исчезнуть, этому злу, ему нужно проявиться в полной силе. Это и происходит, мне кажется. Сейчас идет набор этой мощи, чмы. Со всей ее скудностью и глупостью все это проявится. Это происходит уже и в России в полной мере, и в США. Сейчас, наверное, все другие подключатся один за другим. Будет проявление этого недоразумения, тьмы. Европа тоже как-то непонятно себя ведет. И она не знает, куда ли вступить в этом всем мире. То есть посмотрим на их выборы, что там получится. Тоже может получиться. Это очень похожая история, как в США. То есть у Путина появится очень много, так сказать, своих людей. Вдруг вся Европа и США станут его сотрудниками и друзьями. Это было бы очень интересно. Хотя появилось новое какое-то интересное предложение у Трампа. Это я так, к слову. Он хочет снять санкции с России, но только на основании, так сказать, уничтожения ядерного оружия. Вот он высказал такую мысль. То есть неизвестно, как божественная использует эту ситуацию. В принципе, умоление, так сказать, гонки ядерного вооружения было бы неплохим результатом. То есть всегда будет какой-то выход у божества. Оно использует эту ситуацию, конечно, для своих целей. Ну вот давайте возьмем третий стих. Преисполненное героической силе, потомство и мощи. Преисполненное Voilà в том, что такие кожи, которые, которые. Направьте на нас, направьте нас на богатство, о щедрой Агни, на обилие прекрасных мужей, о мощно сверкающей, на высшее богатство, награждающие потомством, дающие безболезненность неистовы. Дающие безболезненность и неистовы. И два слова. Направь нас на потомство. Сатвамно раях щи-щи-щи. Колень, у него интересное тут даруй дословно, да? А потом еще, так сказать, заостри. То есть заостри нас или как бы сконцентрируй нас в одном направлении по достижению богатства. То есть ты, о щедрый огонь, мир вах Агни. Заостри нас по отношению или в направлении богатства, которое исполнено великой совершенной силой. То видью мна, ты, так сказать, кто обладает великой светоносной силой. О мощно сверкающей, переводит Елизавенкова. Шри Йоробинда, наверное, хотел сказать with many lines. То есть ту видью мна – это вот с многими светоносными языками пламени. Ту видью можно переводить как сильный, мощный или многоцветный, с многими световыми качествами. Елизавенкова переводит его как мощно сверкающий. Очень хорошо нашла она решение, чтобы была и сила, и многоцветность. У многоцветкающий вот этого вот варшиштха сья праджаватах, анамивас я шушминах. То есть все это идут родительные падежи. То есть ты, о многоцветкающий или мощно сияющий этого богатства, которое исполнено нашим потомством варшиштха сья наиболее мощного шушминах неистового и анамивах. То есть и не обладающего, так сказать, раной, то есть не ранящего богатства. То есть вот эта мощь, она не создает никаких ранений. То есть мощь, как правило, создает ранение. То есть при применении всякой мощи почему-то всегда очень болезненно. Но в этом смысле имеется в виду, что преисполнены греческие силы, которые, у которой нет страдания. Дающие безболезненность. Почему дающие безболезненность? Трудно понять, откуда это дающие. Просто, наверное, на русском это трудно найти. Безболезненное богатство. То есть у мощно сверкающей на высшее богатство направь нас, награждающие потомством, дающие безболезненности неистового. То есть сконцентрируй нас на нашей истинной реализации нас самих, наше богатство. О, огни, щедрый. На богатство совершенной силы. О, мощно сверкающей. А богатство, которое зачинает новый мир, варшиштхасья, в самом высшем смысле, от корня врыж, дождить, которое изливает небесные воды на нас. Продявотах, которые исполнены порождением вперед, божественных сил, рождающихся в будущем. неистовая, шушминах. Шушма – это интересное слово. Здесь тоже вот я выписал шушмина. Роринг, рашинг. То есть ревущего. Или какого-то стремительно устремленного, сильного, такого, даже вот еще есть, даже сексуальное excitement. То есть, такого исполненного той мощи, летальной мощи. То есть, божественное, когда приходит и меняет этот мир, это не просто так, что у нас как-то все становится таким мирным, и спокойным, и гармоничным, в нем пребывает сила, витальная сила, сила, которая создает миры. Это не просто как это успокоение всех наших витальных сил, и уход из жизни. Нет. Это как раз наоборот, приход в полнодушность. Вот этого мы как раз разучились видеть. Относимся к божественному, как к какому-то успокоительному, снотворному. Выпил таблетку и спокойно уснул. Уже ничто не тревожит. Нет, это не так. Наоборот, в нем проявляются силы жизни, смыслы жизни. Они настолько сильны, настолько, так сказать, могут обладеть тобой, что твоя система, твое тело может даже не выдержать и может лопнуть от их присутствия. Когда народ приехал сюда на три дня, то присутствие выросло так мощно, что казалось, что уже невозможно выдержать физическое, не выдерживало давление вот этого блаженства. Блаженство – это мощь. К ней нужно подготовиться. Система должна как бы преобразоваться, чтобы выдержать вот эти движения божественного. а так она его может разломать в систему. Если слишком притягивать присутствие божественное, то наша система может не выдержать. Об этом все время говорится в религии. Это неистовая мощь божественная. то есть в принципе мы постепенно приобретаем качества, которые нам нужны для того, чтобы это сознание могло поселиться в нас. Ну вот, хорошо, остановимся здесь, на этом. если есть какие-то у вас наблюдения, поделиться. Я, Володя, хотела рассказать об одном случае Навакии, когда в 13-м году народ был Навакии, бережки происходили, и мы занимались каждый день хоромом, несколько раз в день. Ты знаешь, на нас не зашла такая сила, вот многие, прям большинство, все, кто там были, пережили такое спонтанное раскрытие психическое, и такое состояние единства, и мощи, это продолжалось, наверное, несколько месяцев, но у меня лично это мощное было переживание именно присутствия и психического вот этого раскрытия. это благодаря тому, что каждодневная вот эта практика привела вот подобное это очень интересно, это народ, вот такая его работа, прям сходила и не сходила, каждый день, просто удивительно, сейчас рассказываешь, и действительно вот один человек может вот так привлечь столько сил, ну, конечно, при нашем участии. Не, ну, да, конечно, о чем речь, да, но вот все равно через него вот какая-то такая бескомпромиссная какая-то позиция, абсолютно открытая, прямая, бескомпромиссная, простая психическая позиция, она создает очень мощные перемены. Вы назвали психической лапочкой, это Андрей умеет давать название. Да, конечно, он лапочка в этом смысле. Любовь это для него все, он говорит, что любовь это единственная сила, которая сможет изменить этот мир. И нужно любить всех, всех. Да. Мы готовы сражаться с врагами, но любить всех очень сложно. Это легче видеть врагов, конечно, видеть божественное у всех присутствие. Враги виднее. С этим связано просто природа у каждого своя ведет через эту силу, через борьбу. Она способна открываться напрямую, открывать в себе психическое и объединять все вокруг. Ну, это через слово, все ведет через слово. Он все строит на слове, на поэзии, на музыке, он все время привязывает это к движениям Широбинда и Матери, через поэзию, через савитри, через... Все время идет вот это вот, так сказать, настройка, настройка всей системы на вот эту высшую вибрацию. Мы тоже пытаемся это делать через изучение регведы. Он говорит, что он вообще-то никогда не изучал регведы. тоже удивительный вещь. Было бы неплохо, если бы он посмотрел, как это все. Ну, для него савитри и мать это уже все. Там уже весь набор этих возможностей. Конечно, ему не зачем изучать регведы, но было бы интересно, что бы он мог сказать об этих текстах. Может, мы еще увидим его в наших кругах. ему уже 80 лет будет в этом году. Ну, около. Да, да. Но он выглядит очень хорошо. У него целый букет заболеваний, как он сам говорил. Да, но выглядит он неплохо. То есть, он взялся за свое здоровье очень так тщательно. У него диабет и все остальное, но все равно очень хорошо с этим справляется. Скажи, пожалуйста, убивать сокрывателей в первом стихе, это что за процесс такой? Это просто освещение светом, вот этой темой, которую в каждом узнает, светом знания? он владеет тем, что убивает сокрывателей. Он есть мастер или господин самый главный, так сказать, от силы, которая снимает с нас покровы и те покровы, которые скрывают от нас наше истинное сущность. Или же наше истинное блаженство, блаженство от божественного присутствия. Ведь в чем проблема с божественным? Что мы к божественному обращаемся, а ничего не происходит, никакой ни радости тебе, ни блаженства. Ты повернулся к божественному, призвал, а у тебя ничего не происходит. Вот это и есть в ритро, который скрывает от нас собственно истинное переживание божественного. И вот этого в ритро, вот этого покрывателя, нужно убрать, его нужно убить. И тогда каждое обращение к божественному будет носить вот этот блаженный характер. И тогда люди, конечно, начнут обращаться к божественному, потому что оно будет иметь полноту, полноту переживания, опыта. Это просто мы не готовы, не открыты какие-то части заблокированы, не прописковая цвет, видимо, да? Ну, можно так сказать, да? Можно на нас взять это все, да, конечно, мы на себя взяли эту блокировку, а вообще-то она не наша блокировка, она блокировка вот этой природы, в которую мы пришли, чтобы ее преобразовать, да? но так как мы отождествили себя с ней, то мы понимаем ее как себя самих, да? Вот я такой плохой, вот у меня там такие-то там страсти, мордасти, у меня там непонимание божественного, я бесчувственный, это все я так на себя беру, а по существу это все природа, ту, которую я на себя возложил для этой работы. Имеет смысл, да? Мы все время так это видим, это как раз и есть интегральный взгляд на нашу природу. Мать даже идет дальше и Шри Рубина говорят, что такие переживания, как гнев, например. Гнев это сила, которая приходит извне и хочет через нас каким-то образом себя проявить и мы можем в момент когда гнев уже вот-вот подступает к нам, мы можем почувствовать как оно, как эта сила пытается в нас проникнуть и мы можем ее остановить. Мы можем просто вот так сказать нет, вот и все, нет, я не дам тебе вход. И не разгнет, представляете? Тут уже все вроде как готово для того, чтобы разгнеться, а вот тут у нас есть выбор. Но нам приятно, так сказать, чтобы разгневаться тоже где-то нам приятно. И из-за того, что наши витальные, так сказать, нас подкупят на это и откроют наши двери для этой силы, и вот оно войдет, и тогда мы уже в полной мере гневаемся. Вы наверняка заметили это, что когда мы начинаем гневаться, оно смотрится довольно смешно, тривиально, глупо. мне зачем этого делать, а мы себя раскачиваем и накачиваем, чтобы оно еще больше, еще там больше, все справедливость какую-то туда, чтобы разгневаться побольше. Я наверняка это много раз замечал прямое смешно, зачем, куда ты туда к этому гнева. Что-то есть, что отвечает, да? Ну, да, что-то хочет ответить, да, какая-то часть детального хочет поиграть в него, и все остальные тоже, все движения тьмы такого же рода, заметьте, все наши криминалы, все они, это игры, это какой-то театр, да, это не вполне реальная вещь, как это удивительная вещь, если так просмотреть, и если это увидеть и удерживать, то можно избавиться от всего, от всего, можно вытянуть самых тяжелых криминалов из ямы, если показать или увидеть вместе с ними, что это есть игра. там просто заменить сложно сразу, нельзя сказать им, что вот есть свет, и давай обратимся к свету, да, очень сложно заменить, а по существу увидеть это, что это игра, возможно, то есть нужен какой-то переходный период, нужно постепенно выбираться из ямы, не сразу вскать. вот этот зритель, свидетель, который хотя бы видит и поправился, это первое. У меня, когда я обратился к духовности, когда был еще молодой, 21 год, я узнал, что есть божественное, мой мир изменился сразу, там, 2-3 недели у меня было полное безмолвие, да, я помню, что это было такое удивительное состояние, я мог видеть цвета, я мог видеть природу наконец-то, да, то есть совершенно немыслимые переживания, то есть до этого это все было какой-то непонятно кто, и вот мои друзья, мои там собутыльники, с которыми мы там жили, они пришли ко мне домой там и вообще хотели меня спасать, меня надо было спасать, значит, нужно было напоить, а то, значит, что-то он такой несет, верзет о какой-то природе, совсем крыша поехала, они считали, что я очень, а я все время к ним мол, там, вы посмотрите, вы же ничего не видите, заканчивается, удивительно, я знаю точно, что их не вытянули, я знаю теперь точно, что это не случится тем способом, посмотрите, удивитесь, да, и так далее, нужен какой-то другой способ, да, да, Лидия, Лидия, ты что там говоришь? Ну, конечно, ну, да, меня сразу как-то зацепила вот тоже эта фраза убийства в первом, да, стихе убийства сокрывателей, да, а потом, вот, ну, собственно, все оно в целое слилось, действительно, это не убийство, это должна быть трансформация, и благодаря такому большому количеству смыслов, да, в языке, оно, в зависимости от нашего уровня сознания, оно прям переливается разными понятиями и смыслами, и все зависит от того, кто это читает, и как он это понимает, и я абсолютно успокоилась, и я все понимаю, и я понимаю, что эти враги это наши друзья лучшие, потому что через них развиваемся, ну, по сути дела, спасение, это любовь, конечно, оно все соединяет, вот в эту такую единую встроенную систему мудрую, очень божественную, и через нее мы растем, и ради этого приходим, у меня абсолютно нет сейчас противостояния внутреннего, и все очень гармонично, я очень благодарна, что мы это все слушаем, и тебя слушаем, переводим, и очень состояние такое спокойное, радостное, благодарное жизни, вот, то, что я, я много хотела сказать, но как-то так сейчас замолчат. спасибо, да, спасибо, это, да, вот это вот, действительно, наши враги, это наши помощники, надеюсь, мы пришли, да, и я вот, да, что, возлюби врагов своих, я раньше, эта фраза, меня там, ударили по одной щеке, да, подставь другую, все это во мне, как-то так, соединялось, а сейчас я так, это хорошо понимаю, но абсолютно нет никакого сопротивления, это действительно спасение, это вот эта любовь, которую мы толком не знаем, но оно в нас есть, и оно расцветает от этого вот осознания, от такой работы осознанной, от жизни осознанной, и, конечно, жизнь действительно это блаженство и великая честь. Хорошо, спасибо, Ну тогда что? Я встретимся в следующий раз, я тогда закрываю на сегодня. Да, мы на полдесятого также встречаемся, или на десять? Ну, как сегодня, да, как сегодня. Окей, ну тогда закрываем. Ом, счастье, ШАНТИ, ШАНТИ.